Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. В этом году в нашей жизни появилось много дистанционного учебы, работы и мошенничества. Как не стать жертвой злоумышленников? Об этом мы сегодня поговорим с начальником следственного управления УМВД России по Одинцовскому городскому округу, подполковником юстиции Евгением Анатольевичем Таргашовым. Здравствуйте, Евгений Анатольевич! Добрый день! Мы сейчас ни в коем разе не обманули телезрителей. Действительно ли мошенники ушли и в эту область нашей жизни, в дистанционную? Да, действительно. В дистанцию ушли не только образовательные учреждения, организации, но и мошенники. Набирает обороты данный вид мошенничества. На сегодняшний день предпринимаются колоссальные меры для того, чтобы подстроиться под данную категорию преступлений сотрудникам правоохранительных органов и, соответственно, не допускать, пресекать подобные факты. Какие схемы чаще всего используют? Схем большое множество, и если я буду говорить о них, о всех, то, наверное, сейчас мы затянем эту передачу надолго. Поэтому остановлюсь наиболее популярных. То есть самая простая схема и самая, наверное, часто встречающаяся у нас на практике, это когда дистанционно происходит списание денежных средств с карты при участии самого, скажем так, потерпевшего. То есть поступает звонок, добрый день, ваша карта заблокирована, необходимо срочно обратиться за помощью. Для этого будьте добры, проследуйте к банкомату, продиктуйте нам все свои пин-коды, пароли, мы вам продиктуем счет, куда перевести, пока что ваши денежные средства там не похитили. И в таком случае есть возможность сохранить. Вот это, наверное, способ, он номер один на сегодняшний день, если будем идти по рейтингу, по количественному отношению. Второй способ. Тот способ, когда человек размещает объявление на различных рекламных сайтах, продает какое-то имущество, поступает звонок от предполагаемого потенциального покупателя. Потенциальный покупатель говорит, слушайте, заинтересовал ваш товар, пожалуйста, не продавайте, дайте время, скиньте свой номер карты, мы сейчас вам несем предоплату. Человек, соответственно, удивлен, как быстро только разместил объявление, уже звонок. Он диктует номер карты, ничего не подозревая. Дальше что происходит? Использует банковскую карту, злоумышленники, соответственно, регистрируются в личном кабинете, либо используют смс, пароли для того, чтобы получить доступ к этой карте, соответственно, отправляя команду с переводом денежных средств. И код подтверждения от операции всегда приходит на телефон, к которому банковская карта привязана. Таковы правила банка. Соответственно, лицу, которому поступает подобное сообщение, где будет указан определенный код для подтверждения операции, скажем так, не подозревая, что в отношении его совершается какое-то мошенничество, звонит ему злоумышленник и говорит, слушайте, все, я для того, чтобы вам подтвердить перевод, мне от вас нужны 4 цифры. Ну, там, образом, 4, где-то в каких-то банках 5. Соответственно, люди, ну, как бы, видят, что, да, действительно, вроде какой-то запрос на операцию, наверное, действительно имеет место быть, диктует им свой код. И вместо того, чтобы получить обещанный аванс за то, чтобы не продавать то или иное имущество, получается, что с карты снимается кругленькая сумма. Человек остается, скажем так, расстается своими денежными средствами. Вот это, наверное, второй по популярности способ. Соответственно, если говорить уж об интернет-магазинах, то можно еще и классифицировать на несколько подгрупп, потому что бывают факты, когда зеркалится определенный сайт, назовем их так, и человек, заходя на тот или иной сайт, думает, что это проверенный, надежный сайт, попадает на сайт-дубляж, осуществляет там покупку, и, соответственно, попадает на те интернет-ресурсы, которые направлены не для того, чтобы совершить покупку, а для того, чтобы отнять у населения деньги. И расстается, собственно, с собственными денежными средствами. Третий способ мошенничества – это тот способ, когда злоумышленники не используют интернет-ресурсы, не используют какие-то сложные банковские схемы. Он весьма банально прост. В ходе телефонного звонка злоумышленник звонит нашему потерпевшему и выдает информацию, которая, соответственно, вводит потерпевшего в резкое возбужденное состояние. Это негативная информация. Это информация, которая заставляет человека переживать, испытывать те или иные эмоции и под эмоциями совершать определенное, скажем так, неправильное действие. Речь идет о чем? Приведу пример. То есть, когда поступает звонок потерпевшему, где злоумышленник сообщает информацию о том, что ваш родственник находится в данный момент в ситуации, скажем, непростой, попал в беду, совершил дорожно-транспортное происшествие, ему грозит уголовная ответственность, его чуть ли не завтра не пожизненно посадят и так далее. Нужно срочно предпринимать меры, нужно оплатить деньги, представляясь при этом порой сотрудниками силовых ведомств правоохранителей, либо, соответственно, говорят, что эти деньги нужно срочно передать погибшему, пострадавшему и так далее, для того, чтобы этот конфликт отрегулировать в неправовом поле. И в таком случае человек, поступивший в такой звонок, зачастую, вместо того, чтобы, положив телефон, перезвонить тому самому родственнику, оказавшемуся в беде, бежит к банкомату, ему надиктовывают номер счета, куда необходимо сделать перевод, и, собственно, этим злоумышленники и пользуются. Пока человек находится в таком состоянии, они интенсивно поддерживают диалог, то есть постоянно подкрепляют теми новыми фактами, и человек, находясь вот в таком состоянии, не понимая, что в отношении у него совершается преступление, осуществляет перевод со своей карты, после чего, собственно, через какое-то время связь с мошенником утрачивается. А человек начинает критически мыслить. А человек начинает здравомысляще мыслить и оценивать ту или иную ситуацию. Вот это третий способ. Ну и на сегодняшний день, наверное, четвертый способ, я его назову таким, это отдельно даже законодатель его классифицировал, это мошенничество с использованием банковских карт, платежных карт. То есть на сегодняшний день наш современный мир невозможен без расчета, используя с использованием банковских карт, и всем прекрасно ходим в магазины, и оплачиваем товары, заправляем автомобиль. Сейчас мы к этому призываем, потому что это бесконтактный способ оплаты. Бесконтактный, совершенно верно, в условиях нашей ситуации бесконтактный оплаты и так далее. Но зачастую многие карты, многие банки бесконтактную оплату до определенной суммы, скажем так, позволяют проводить эти операции без запроса пин-кода для того, чтобы совершить эту операцию. Как правило, это в пределах тысяч рублей, в зависимости от индивидуальных, скажем так, предпочтений клиентам. Соответственно, при утрате подобной карты, если она попадет в введение другого лица, то другому лицу ничего не мешает использовать эту банковскую карту, совершать платежные операции в пределах тысячи рублей. И такие факты у нас, соответственно, регистрируются тоже очень часто. То есть человек, понимая, что карта ему не принадлежит, и, соответственно, он не имеет права пользоваться денежными средствами, хранящимися на счете, используя эту банковскую карту, соответственно, прикладывает ее в том или ином заведении торговом и выдает себя за владельца этой банковской карты. У нас на сегодняшний день нет жестких требований, не жестких каких-то правил, что продавец обязан удостовериться в личности, то есть сверить паспорт, сверить данные банковской карты, еще потребовать договор на открытие этой банковской карты. Таковых правил нет. Поэтому, соответственно, ничего не подозревающие сотрудники кредитной организации либо торговой организации принимают эту банковскую карту, которую сам же человек прикладывает, осуществляя этой картой оплату. Вот это тоже отдельный вид мошенничества, когда банковскую карту выдают за собственную, скажем так. Вот, наверное, четыре способа наиболее популярных, о которых мы можем сейчас говорить. И на сегодняшний день эти способы, ну, это очень-очень в большом количестве находится у нас на рассмотрении заявлений в производстве уголовных дел, поэтому действительно это проблемно сегодняшний день. Насколько сложно такие дела расследовать? Вот насколько сложно установить тех, кто затеял это недоброе дело? Сложности как таковой по этим делам, конечно, не могу сказать, что она есть. Есть определенные, конечно, есть различного рода дела, но, наверное, такую категорию к сложному не отнесу. Здесь сложность возникает лишь техническая. То есть все операции, которые проводятся без контакта, которые проводятся по расчетным счетам, все эти операции фиксируются, соответственно, в тех или иных кредитных учреждениях. И, пожалуй, одна из сложностей, которая возникает на пути у следователя, это получение этой информации. То есть подобных запросов в банки поступает масса, и мы, соответственно, не можем, скажем так, оперативно получить эту информацию, то есть не можем нам получить информацию в течение часа, не можем заблокировать карту в течение часа. Но все эти вопросы на сегодняшний день находятся в стадии проработки. Я думаю, что в ближайшем будущем мы не дадим возможность преступникам так легко, скажем так, справляться с переводами, осуществлять переводы, потому что, как правило, переводы осуществляются с одной карты, потом на карту подставных лиц снимаются, там через третьих. То есть все эти схемы, они нам известны. И для того, чтобы, скажем так, расследовать эти уголовные дела и понять, кто же конечный, скажем так, получатель из нижних средств, сложность одна. Это время, которое, соответственно, работает всегда не на нас. Самое эффективное – это раскрытие преступлений по горячим следам. Это всем известно. Вот в данный вид преступлений по горячим следам, ну, практически невозможно раскрыть. Но, тем не менее, как бы, говорю, существуют способы. Работа с банками, работа непосредственно с самим потерпевшим, работа с учреждениями, где это происходило для того, чтобы получить видеозаписи, аудиозаписи разговоров и так далее. Все это мы проводим. И на сегодняшний день я могу сказать, что точно сложность, наверное, только вот в этом. Больше даже не о чем говорить здесь. Вот эти схемы дистанционного мошенничества, скажем так, они применяются только к физическим лицам или к юридическим лицам в том числе? Здесь, знаете, предпочтения нет у злоумышленников. Предпочтение одно. Скажем так, объект, на который посягают преступник, им интересен только тем, что должно быть наличие денежных средств у этого лица. Неважно, юридическое оно или физическое. У юридических лиц, скажем так, несколько иной формат обращений безналичных денежных средств и схемы, применяемые к юридическим лицам, отличаются от тех схем, что мошенники используют по отношению к физическим лицам. Поэтому способ разный, а объект преступного посягательства один. Денежные средства, где будет плохо, скажем так, назовем, это лежать, туда мошенники и будут направлять свои активные действия для того, чтобы совершить хищение. Но если возвращаться к физическим лицам, наверняка анализируйте, да, кто чаще всего становится жертвой преступников. Вот есть какие-то типичные черты, вот можно ли предположить, вот этот человек, ну скажем так, предрасположен поверить людям? Ну да, целая наука об этом есть, эктемология, то есть наука о жертве, потенциальной жертве. И я могу сказать с точки зрения даже этой науки, что да, действительно такая категория людей есть. Это пожилые люди, соответственно, наиболее доверчивые, ну и отдельная категория людей, помимо пожилых, это просто доверчивые люди. Таковых у нас в наше время хватает, когда человек воспринимает любую информацию как чистую монету и как к руководству действия, когда ему говорят там определенный алгоритм, который он должен совершить. Поэтому вот анализируя работу нашу по расследованию раскрытия подобного преступления, могу сказать, что наиболее частые жертвы – это, конечно же, люди пожилого возраста, люди, так сказать, советской закалки, которые привыкли верить всему и всем. Ну, в принципе, никто не застрахован от этих преступлений, и очень часто бывает, что и молодые люди попадают под эту аферу и размещают, говорю, объявления о продаже того или нового имущества. Но если уж говорить в количественном отношении, то да, первую категорию я выделю и подчеркну – это пожилые люди. Как защитить себя, как оградить себя от мошенников? Оградить себя от мошенников можно, но для этого, наверное, нужно быть более внимательным, может быть, если хотите, более подозрительным к таким звонкам. Доверяй, но проверяй. Доверяй, но проверяй. Вас никто не обязывает по первому требованию на звонок с неизвестного номера предоставлять все свои полностью анкетные данные и ключи от квартиры, где деньги лежат, предоставлять тоже не нужно. Вот поэтому все это легко, на самом деле, легко этого избежать при условии, что быть более бдительными, более, скажем так, требовательными к лицу, который ведет с вами диалог и всегда перепроверять информацию. Поступил звонок, ваша карта заблокирована, замечательно, здорово, скажите, ребят, спасибо за информацию, две минутки мне дайте, неудобно разговаривать, я сейчас все уточню. Поворачиваем карту на обратной стороне номера горячей линии, здравствуйте, мне поступил звонок от вас с таким-то, таким-то утверждением, что моя карта заблокирована. Все, то есть две минуты времени получили и остались, сохранили свои денежные средства, вот и все. Это один из способов. Второй, соответственно, из способов, помимо бдительности, это, конечно же, быть внимательным к совершаемым покупкам, быть внимательным к тем сайтам, на которых вы оставляете свои личные персональные данные, быть внимательным, в принципе, к обслуживанию своей карты, то есть не передавать ее третьим лицам, не оставлять ее, не забывать ее, не терять в том случае, если уж такое произошло, опять-таки ничего не мешает обратиться на горячую линию банка и заблокировать свою карту, а не дожидаться, когда он начнет приходить смс, что у вас тут сняли деньги, тут сняли. Все это, соответственно, эту информацию не только можно получить от сотрудников правоохранительных органов, как защитить себя от мошенников, но и банки проводят огромную работу, то есть профилактическую, направленную на то, что делать, чтобы не стать жертвой мошенничества. Ну вот, пожалуй, наверное, это аксиома, как не стать жертвой мошенничества, все остальное индивидуально. Спасибо большое, Евгений Анатольевич, что пришли к нам сегодня в студию, я надеюсь, что наши советы будут полезны для телезрителей, да и нам тоже лишний раз вспомнить не помешает. Спасибо большое всем, кто провел свое свободное время вместе с нами, берегите себя и до новых встреч на ОТВ. Спасибо. 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 Спасибо.